В хуторе Троицком Маевского сельского поселения состоялось открытие памятного знака, посвященного казакам, которые основали первые хутора и станицы. На торжественном освещении поклонного камня побывала и наша съемочная группа. Маевское сельское поселение может гордиться своей историей. Оно было основано казаками. Хутор Троицкий на карте района появился в 1867 году. Тогда он назывался казачий. И очень знаково, что памятный камень решили установить именно здесь. С 1867 года по 1924 все это называлось Псебедаховские хутора. С 1924 года по 1953 хутор наш назывался хутор казачий Троицкого сельского совета. И только в 1953 году, когда разделяли районы, отделили Крымский район по границе Кубани, Абинский, Красноармейский и Славянский, тогда хутор Троицкий, ее переименовали казачий в хутор Троицкий и причислили к славянскому станичному совету славянского района. Михаил Литвишко знает все об истории своей малой родины. Он был одним из тех, кто предложил установить памятный знак. Казаки Сербинского хуторского казачьего общества это начинание поддержали. Прежде всего это память, память нашим предкам, которые основывали, потому что наши казаки были не только воины, но еще и создавали наши хутора, возрождали наши земли и им низкий поклон. Поэтому в честь наших казаков был воздвигнут этот памятный камень. Идея установить памятный знак была озвучена в 2017 году на праздновании 150-летнего юбилея хутора Троицкого. Спустя три года общими усилиями жителей казачества поселенческой администрации поклонный камень был установлен. Мы этот памятник строили, создавали и будем сейчас открывать не только для хутора Троицкого, Маевского, Сербинского, Колесняков. Мы его делали для всех казаков, для всех людей, всех, кто хочет прийти, поклониться, почтить память казакам, которые осваивали земли кубанские. И поэтому это такой праздник, я бы считал, даже районного масштаба. Это памятник олицетворяет тех людей, которые освоили наши земли, которые заложили жизнь на Кубани. Это памятник, который должны, подходя молодежь, вспоминать своих дедов, прадедов, чтить эту память. Под аплодисменты собравшихся поклонный камень был торжественно открыт. По православной традиции его осветили. Он представляет, освещается память, и все это принято, и все священо, во имя отца и сына. Памятный знак представляет собой гранитный камень с выгравированными словами благодарности от потомков. Сюда будут приходить люди, возлагать цветы, проводить торжественные митинги, посвященные памятным датам, и вспоминать первых казаков, основавших эту территорию. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».